друзья мои с вами александр и шведского города мальме поздравляю вас наступающим 21 года желаю вам любви счастья всех земных благ и неземных тоже и рассказываю вам сегодня свою историю как я оказалась швеции 10 лет назад будем пить за новый год и я вам буду показывать шведский напиток грн безалкогольный и так когда мне было уже очень много лет под 40 то действительно надо было выходить замуж да действительно и то есть или остаток жизни нужно было доживать уже одной или надо было кардинально поменять свою жизнь но вы знаете что в россии женщина которая уже в таком возрасте скажем прямо престарелым вдруг решится выйти замуж это конечно такое событие очень большое и когда тебе много лет на тебя так смотрят жалеют жалеют говорит обидняжка даже не удалось действительно не удалось да и вот мне должен так не просто брать и говорит как меня люди жилили как они вздыхали ухали и однажды у нас случилась такая неприятная семейная вещь мы с мамой поехали в отделение милиции то есть происшествие случилось нас милиция забрала с этого места и мы приехали в участок и мама на весь участок понятно что такая неприятность большая мама на весь участок стала кричать что я не замужем что нет ли там какого-нибудь мужа и представляете да мое смущение вот эти мальчики красивые молодые милиционеры и тут я и моя мама и она кричит на на все отделение что у нее дочка не замужем ну представляете что вот эта вот ситуация которая была но я подумала да действительно еще немного и мать у меня точно с ума сойдет прямом смысле слова вот прямее не бывает и я уже поняла что хватит уже принца ждать российского надо уже выходить уже за принца который приличный и неважно где он живет и я стал искать себе принца естественно по интернету ну за короля как хотите так назовите вот нашла я его швеции приходилось честно говоря сидеть и очень долго в интернете я работала учителем английский язык я знала мужчине на работе не было поэтому там выбора у меня конечно никакого не было а с теми с кем я хотела познакомиться в интернете они в нашем русском интернете они все были у меня товарищи не серьезно не таскали меня по москве а в любую погоду не предлагали не чай не кофе в последнее время такие были молодые люди то есть молодости когда я была молодая молодые люди были и было побольше они были по качественнее потом наверное они решили все уже устроить свою судьбу они все не устраивало не устраивало и остались те молодые люди которые уже не хотели устраивать свою судьбу и вот и ничего не оставалось кроме как мне начать искать за границей познакомилась я с ним в августе я съездил с подругой отдыхать в испанию не было испанская виза на полгода в августе мы познакомились через пять недель он приехал мой по скайпу разговаривали каждый день час два-три и в августе до вас познакомились сентябре он приехал наша первая встреча была в отеле космос я не ездила в аэропорт его забирать он все заплатил фирме фирма его забрала из аэропорта и отвезла в гостиницу космос и буквально через час или полтора я приехала и он смиренно меня ждал с моим подарком я попросила что мне купил сумку и он не купил сумку с натуральной кожи и он смиренно стоял ждал меня в гостинице космос смиренно не очень был вид мы поздоровались фотографии с нашего первого свидания я благополучно профукала на фотоаппарате на его а на своем я не помню чтобы я делала пошли мы с ним в ресторан гостиницы космос сразу же потому что он хотел есть он сказал я хочу есть и мне надо поесть он заказал себе еду я заказала себе два кусочка торта и я подумала вот если мне что-то скажет вот или посмотрит косо что я ем два торта то я вот прям тушь и уйду тут же или знаете о ничего не сказал ну два карта значит два карта я не посмотрел не косо не криво ничего не сказал и поэтому я решила с ним остаться он был в москве пять дней после на пятый день мы поехали купили мне билет а на третий день мы познакомились с мамой он познакомился с моей мамой пилы и такой большинки вот все на пятый день мы купили мне билет а дальше была турфирма него мы купили у нее билет и через две недели я должна была к нему поехать но я и поехал полетела через две недели погода была такая теплая хорошая погода была до этого москве тоже была хорошая погода было сначала сентября и было очень хорошо в москве на воды нх мы гуляли потому что гостиница космос как вы помните если некоторые из вас помнят то она находится прям она в дыха мне это место очень нравилось потому что когда-то там у а то возрасте а я снимала прям квартиру прямо против гостиницы космос и мне очень понравилось было очень удобно жить потом расскажу почему я оттуда съехала или меня туда съехали вот друзья мои вот так вот прошло что первое знакомство и я приехала сюда в швейцу здесь уже была хорошая погода а ну когда я к нему приехала мы и не гуляли мы не могли гулять потому что я приехала больном виде к нему у меня ничего не болело но у меня была такая такую не было уставшим состоянии такое вымотанное состояние было и у него было такое же мы буквально дошли до соседнего кафе там попили кофе с шоколадками и вернулись домой и вот так вот я несколько дней я пролежала постели а потом когда я приехала в москву я пошла сразу к своему врачу у меня были без симптомы и проявления вот какого-то вирусом что несколько вирусов моя врач и меня после вот этой гостиницы космос меня несколько дней капали то есть у меня очень яркие такие впечатления от знакомства и мы договорились что через две недели я опять к нему поеду и когда я приехала до недели опять уже на на долгий срок уже на на регистрацию брака да а то у меня уже был самый пакет таблеток и я ему сказала знаешь у меня доктор нашла вирус значит он есть у тебя и у моей мамы вирус через нос мы останавливались гостиницы космос то есть не было эти пять дней гостиницы космос и там был очень много китайцы друзья мои и вот этот вот вирус вот мы подцепили а когда пришла к врачу уже после приезда в швеции я ей сказала юлия дмитриевна у меня ничего не болит но чувствую я себя не очень она сделала там не обследование все и когда мне жады было уходить я частная больница была я стою вот так вот за стенку одержусь одеваюсь и говорю дмитриевна вы знаете я к вам приехал на такси у меня нету сил вообще было идти даже до вас и я сейчас заказала такси она сейчас меня встретит и она мне сказала отменяй такси раздевайся буду еще делать анализы и она еще сделала анализ у меня капали повторюсь он такие у меня яркие впечатления остались от первой поездки и от знакомства и мы потом а все или всей семьей мы пили эти таблетки даже некоторые из них помню назывались в алтарекс друзья мои так назывались и сильное такое большое лекарство такая большая прям вот это вот была пилюля это я хорошо запомнила а когда я приехала в швецию и мы стали узнавать что нужно для брака для брака нужно разрешение нужно о том справка нужно что ты не замужем эту справку я пыталась раздобыть в россии я пошла в наш загс люберезки не потому что переехали в люберсе и попросил эту справку директор меня так посмотрел и как я тебе справку дам ты могла брак зарегистрировал где-нибудь еще в другом месте никак не могла я сообразить где нужно получать справку люди добрые меня в интернете надо умели что нужно позвонить в констольство или посольство я позвонила стокгольм наше посольство и они сказали да приходите мы без записи справку вам дадим на основании вашего паспорта но до стокгольма надо было ехать и я позвонила в копенгаген в копенгаген нас тоже друзья мои обслуживать смотрите швеция у нас обслуживает уже копенгаген мы здесь рядом я позвонила им у них было свободное время через несколько дней сразу не могли меня принять потому что они две страны обслуживают у них было много очень людей сказали вот через несколько дней у вас были приходите я пришла а то меня очень спокойно хорошо встретили и женщина меня сотрудница попросила зайти в комнату и я не сказал свою проблему почему я пришла она сказала это все что вы хотите играть и все что я хочу подождите здесь и я вам справку сейчас принесу я подождала может быть ну ну десять справочку мне принесли о том что я не замужем это справка мне нужно было для шведской стороны поскольку брак регистрировали в швеции позже расскажу как все это было еще раз подробностях если кому-то будет интересно то пожалуйста пишите мне если кому-то интересно как вот какие документы вы подробнее может что-то непонятного друзья мои то я все вам расскажу а насколько я помню и насколько это было 10 лет назад вот швеции чтобы зарегистрировать брак нужно предоставить справку что ты не замужем или что ты не жена то есть то что ты не обременен а другими отношениями я не было обремена другими отношениями и мне легко очень расправку дали ну и после вот там регистрация брака у нас было документы потом как все мою старую визу копировали я расскажу как как нам два раза отказывали в регистрации потому что служащие копировали почему-то мою старую визу испанскую каждый раз мне было несколько вот друзья мои с новым годом вас поздравляю желаю вам всего самого-самого хорошего с вами была александра из швеции пишите мне я буду всем вам очень рада всех вас люблю